Я разочаровался в своих умениях быть разработчиком. Это не стресс, это какая-то безнадежность. Я приходил в Яндекс и очень тяжело переживал расставание с фирмой. Такой экспресс-доставка – это новый черный просто в 2021 году. Я на себя буду не бизнес, но бы ты не делал. Страх – это в целом чувство, которое всегда есть, если эта команда что-то большое делать с этим. Надо просто смириться. И две недели я про это все думал, хотя на самом деле знал, что уже согласился. Привет, меня зовут Анастасия Карпова. Я возглавляю проект «30 до 30 в России». Мы продолжаем цикл интервью с победителями рейтинга «30 до 30» 2021 года. И сегодня говорим с Романом Моресовым, генеральным директором Яндекс.Еды. Ром, привет. Привет. Поздравляю тебя с назначением. Буквально 4 октября стало известно, что ты возглавишь Яндекс.Еду. У тебя очень стремительная карьера в Яндексе. Ты пришел в 2017 году. Как вообще этот трек получился? Насколько эта история для Яндекса типичная, что у людей так стремительно развивается карьера? Или твой случай какой-то уникальный? Кажется, было бы нескромно на такой вопрос ответить, что случай уникальный. Когда я пришел в 2017 году, буквально за полгода до этого, был и есть, слава богу, у нас Андрей. Он стажером пришел в Яндекс, можно сказать, студентом. Первое, по-моему, место работы. И через 3 года он возглавлял команду в 100 плюс человек, руководя одним из самых больших значимых продуктов Яндекса. То есть он там моложе, не знаю, мне кажется, бодрее и умнее, чем я. И таких историй, нельзя сказать, что они у каждого второго человека случаются, но в каждый год ты слышишь про кого-нибудь еще в Яндексе, который что-то так круто сделал и быстро вырос. Мне кажется, тут особенность наша в том, что в Яндекс сам так быстро растет, причем не только вверх. То есть когда у тебя есть какой-нибудь бизнес, он просто растет по выручке. Может очень быстро расти по выручке. Там, не знаю, Телеграм растет в пользователях. Но ты в этот момент, тебе не нужно на самом деле нанять 5000 человек в Телеграм для того, чтобы все это поддерживать. Также и в Яндексе было бы, если бы просто рос один какой-то ключевой бизнес. Понятно, что там ребят было бы больше, но скорее всего у тебя был какой-то равномерный рост всех, ну как такая классическая корпорация, и все по чуть-чуть поднимаются наверх, пока кто-то там не находит новое место или не сдвигается вбок. А из-за того, что в Яндексе все время растет вширь, он как бы одновременно вверх и вширь, то тебе для новых бизнесов, новых проектов, новых начинаний внутри существующих бизнесов постоянно нужны руководители чего-нибудь. И вот эта вакансия, руководитель чего-нибудь, чего мы сами еще до конца не придумали, но уверены, что это будет расти, она как бы все время в воздухе висит, а давайте решим, кто бы мог вот эту тему сильно качнуть. И поэтому как раз появляется опция, что ребята, которые хотят много работы, там что-то классно делают, им очень легко запрыгнуть в поезд чего-то нового растущего, и потом еще раз, еще раз, еще раз. Их такая задача, там, пришел, собрал команду, вырастил, из нуля сделал единичку, поставил на рельсы, команда работает, дал дорогу еще кому-то, кто из единички сделает 10. Это на самом деле разная работа. Вот что-то только начинать, или что-то уже сделано и развивать дальше. И в этом, да, как раз особенность Яндекса, которая дает возможность внутри так быстро растить. А почему тебя на эту роль выбрали? У тебя есть объяснение? Нужно спросить, мне кажется, у Тиграна и Дань Шулейко, которые там, и Дим Мойська принимают решение. Нет ответа, да. То есть ты принимаешь решение о каких-то ключевых позициях от того, что ты хочешь сделать, ну, в данном случае, там, с бизнесом виды, который вообще-то большой и классный бизнес, и кого ты хочешь видеть в роли, там. Мы сейчас говорим не только про эту позицию, а вообще в роли, там, руководителя каких-то больших вертикалей. И ты смотришь на то, там, может этот человек сделать или не может, на то, и это для меня, например, иногда даже более важный фактор, вписывается ли он в культуру или нет. И есть общая индексовая культура. У нас есть, там, миссия ценности, правила, как мы общаемся с людьми. Ну, конечно же, у каждого юнита, а там, бизнес-юнит, в нашем понимании, это прям, правда, отдельный бизнес. Со своим бюджетом, со своими планами, своим продуктом, своим топ-менеджментом. То есть нет такого, что на самом деле почти все функции, они, там, сквозные через есть Яндекс, а это такая. Ну, есть команда, которая чуть больше занимается едой или такси. Нет, на самом деле, довольно стендалон бизнес. И в каждом есть какая-то своя химия команды и те качества, от которых людям внутри классно друг с другом работать. Вот, наверное, мне нужно оправдать ожидания, да, вот я вписывался по каким-то ценностям, духу, к ребятам, которые делают еду. И это, там, тоже был фактор, помимо веры, что, ну, вот мы вместе можем что-то классное сделать. Мы, когда тебя включали в список 30 до 30, ты был CPO Яндекс.Гоу. Я так понимаю, что Яндекс.Гоу – это все-таки более широкое подразделение, куда входит еда. То есть у тебя сейчас такой более точечный, узкий сегмент. Вот насколько для тебя масштаб важен? Роль руководить продуктом ГОС – это из двух частей. Это кора продукт такси или Райт Хева, Райтеха, кому как больше нравится. Мы гордимся говорить такси. Когда ты пришла с Интендом поехать куда-то, ты пришла в приложение ГО, и вот что-то с тобой произошло. Мы тебе подставили нужный адрес, нужный класс, как-то сказали, можешь использовать плюс, притянули. И вот дальше на самом деле под капотом там 500 инженеров делают себе алгоритмы в такси, чтобы притянуть точку там к определенному дому, проложить именно так маршрут, именно так показать цену и так далее. Это первая задача. И она на самом деле самая главная, потому что этот бизнес, там вторая, как считается, нога Яндекса, наряду с поиском и еще дальше будет развиваться. И вторая ответственность – это отвечать за ГО как суперап. То есть при этом я не отвечал за развитие еды внутри себя. И продуктовое развитие еды находилось, находится, я думаю, будет всегда находиться в юнити еды, ну вот в моей текущей команде. Когда ты руководишь суперапом, твоя задача – дать платформу, чтобы другие бизнесы Яндекса могли внутри ГО работать так же хорошо, как у себя, и давать тот же пользовательский опыт – это раз. И второе – ты как-то должен уметь управлять, опять же, трафиком и интендом людей, что-то делать для того, чтобы людям дать новый сервис, и они туда пришли. И для лавки, для еды, для самокатов вообще на 100% новые пользователи, они приходят из ГО в значимом своем количестве. И вот это была ответственность. Поэтому нельзя сказать, что она сузилась. То есть, опять же, с командой еды и их продукты и все, что внутри происходит, конечно, был очень хорошо знаком. Знал, ну не просто, да, знал, мы много времени и так в неделю вместе проводили. Но сейчас, да, есть возможность напрямую влиять на то, как продукт еды устроен, не только в формате там менторского совета, а какое-то более активное погружение в контент, в цифры, в то, почему там так или иначе мы делаем. Хотя ребята там вроде как, ну, мне со стороны кажется, и так классно справлялись в последние годы. Но, может быть, что-то еще новое вместе построим. А для тебя это повышение? Как ты для себя это расцениваешь? Вот назначение на это? Сейчас, знаешь, скажу повышение, обидится предыдущая команда. Скажу нет, обидится новая команда. Поэтому надо какой-то нейтральный ответ выбрать. Не, на самом деле, да, для меня это повышение, потому что ты теперь отвечаешь за бизнес вот в широком смысле этого слова. И это на самом деле такое очень... Дима, который, собственно говоря, прикладил Идосию это время, мне ее передал, очень переживает. Я на его месте, наверное, так бы... Я также переживаю сейчас за продуктовую команду год. Вроде бы все хорошо, ты понимаешь, кому ты это даешь, доверяешь этим людям. И две недели там я про это все думал, хотя на самом деле знал, что уже согласился. Прибал, что-то так произойдет. Вот я понимаю, что Дима также смотрит сейчас на меня. И при этом он тоже сказал, что эта роль, это вообще довольно одинокая работа. Потому что ты всегда должен быть для всех весел, бодр, помогать и так далее, и так далее. А все проблемы, они... Вот ты не можешь ни на кого их перевожить. И ты такой, ну, к сожалению, все, что плохое, реально ты за это ответственный. Все, что хорошее, реально ответственная команда. Потому что она эту работу делает, а твоя задача как раз уберечь от каких-то возможных последствий, и в этой работе придать правильное направление. И поэтому и некому прийти, и некому ни на кого пожаловаться. Ты как бы весь этом один. Мне кажется, что это такой рост в плане умения управлять большими кусками. Наверное, это самый большой рост, который может быть. Хотя, да, бизнес такси побольше размером был, и более уже какой-то взрослый, и можно было рассказывать, какая выручка у такси, и поэтому классность своей командой. Но в плане такого личностного роста через челлендж, конечно, это повышение. Ты пришел из консалтинга изначально в Яндекс, но вообще ты учился на разработчика. Да. Закончил факультет учительной математики и кибернетики МГУ. В 15 лет туда поступил. Почему ты решил пойти в консалтинг после университета? Ты в процессе как-то разочаровался в профессии? Что произошло? Там на самом деле есть заготовленный ответ на это. Я разочаровался в своих умениях быть разработчиком. И это правда. У меня, если открыть мой диплом в МК, у меня все пятерки по математике и все тройки по программированию. И друзья, на самом деле, например, мой очень близкий друг, с которым вот уже 10, уже странно, страшно звучит, честно говоря, больше 10 лет, дружим, причем не в формате, ну мы там дружим, не, мы там каждую неделю всегда видимся, общаемся. Он работает в соседней башне, здесь в Сити, сейчас, я не буду говорить, где, у одного из наших конкурентов, к сожалению, к сожалению, не получается его, наконец, затащить Яндекс. И вот он, да, все время надо мной и смеялся, и смеется, что те, когда мы сдавали лабораторные работы по программированию, те неочевидные решения, которые я принимал для того, чтобы что-то написать, ну, по-моему, конкретно кода, вызывали кучу мемов и смех, как бы тогда превектор и шаль в разработке, потому что оно все работало, но уровень неоптимальности и вообще неочевидности того, как я это делал, делал совершенно нечитаемый код, и поэтому вот уроки в основном я и получал. И да, я правда понял, что если ты хочешь что-то крутое делать, ты должен стараться там быть лучшим в области, в которой ты дальше развиваешься. И математикам я быть не хотел, да и на самом деле, наверное, для этого у меня тоже мозгов было бы недостаточно, чтобы стать ученым. А разработчикам я понимал, что вот оно так почему-то работает голова, что я никогда не стану в этой сфере лучшим. Или даже более важно, никогда в этой сфере не смогу сделать что-то такое крутое, за что там потом, не то, что не стыдно, а можно гордиться, что вот ты это что-то развил. Второй круг общения он начался в финансовом университете. И тогда, это получается, в начале, ну, 2010-2011 год, начинался хайп, это не знали слово хайп еще, да, и вайпа тоже не было, но был про консалтинг. И это сейчас мы уже неплохо, на самом деле, многие из нас знают, что такое Макинзи, кто там работает, как туда попасть. А тогда это действительно было что-то из разряда легенд, да, консультантов всей большой тройки на всю Москву, там было, не знаю, 250 человек, а сейчас мы только в Макинзи работаем, 600, наверное. и это были какие-то легенды древней Греции о том, что вот, есть где-то Олимп, куда можно прийти, если ты туда попадешь, и ты там будешь один из 200 человек, которого возьмут, то потом все с твоей жизнью будет зашибись, да, то есть все, все, как бы весь мир у твоих ног. И друзья с 13-13 университета все время там про это говорили, и в какой-то момент там второй друг сказал, Ром, мне кажется, что почему ты не пойдешь в консалтинг, эта работа идеально создана для тебя. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что там нужно все две вещи быть, иметь математически структурированный мозг и балаболить очень хорошо. Он говорит, вот это то, что тебе подходит. И, наверное, реально в тот момент, да, я такой, ну, начал больше читать, смотреть, слушать, такой, да, звучит как работа, которой идеально начать карьеру, а как там долгосрочная, я еще не понимал, чем заниматься. Твои ожидания оправдались, когда ты пришел в Макинди? Ну, ты же сначала в Эрнстон-Янге какой-то. В Эрнстон-Янге я работал в Аудите только для того, чтобы получить строчку в резюме, чтобы потом в Макинди это резюме не выбросили, когда его возьмут. При этом я, опять, с какой-то такой душевной теплотой отношусь к Энстону. Было интересно, что я работал в Авроре, в мимцентре на Павелецкой, а потом Яндекс, такси переехал в Аврору. Я вернулся, как бы, круг за фейсом спустя, да, там, пять лет. Ну, Эрнстон-Янге такая идеальная школа для самого раннего старта карьеры, и он довольно много вкладывает в развитие ребят. У меня там, не знаю, пять недель тренингов, сейчас уже так не происходит. Но я попал в Аудит, где пять недель были просто тренинги. То сейчас, конечно, звучит как безумие, но оно было прикольно. Но, конечно, да, я понимал, что я там приду на несколько месяцев. Для меня как будто была стажировка, хотя на самом деле я попал тоже случайно на фулл-тайм позицию, но вспомнил как стажировку. И в фирме, да, все консультанты называют это фирмой, на самом деле это какой-то некоторый культ для таких компаний, например, Goldman Sachs тоже называют фирмой, сотрудники Масада и ЦРУ называют место, в котором работают фирмы. Есть несколько компаний в мире, которые так говорят. Ну и да, для меня фирма была там лучшее место на земле. И я до сих пор считаю, что это одна из лучших работ, которая может быть, если ты ее искренне любишь. И много оттуда ребят до сих пор. Знаю формат, регулярно вижусь, общаюсь. Сложно представить, что когда вернусь, но, возможно, в тот период, который был, не знаю, взрастение, это было лучшее время из всех возможных для того, чтобы его тогда прожить. Они тобой очень гордятся тоже. Мы когда рейтинг публиковали, ребята из McKinsey даже в соцсетях у себя выложили, что вот Рома Моресов это наш. Ну, это тоже какая-то религия, то есть ты навсегда часть фирмы, то есть известен же факт, это не преувеличение, строили модель. Ребята, ну, делали какое-то научное исследование, не знаю, про защищали диплом, скорее всего, я не помню, в каком университете, и строили модель, которая анализировала за последние десятки лет, какие факторы могут повлиять на то, что ты станешь селу одной из компаний из Fortune 500. И за всю историю компании существования за эти 100 лет больше всего выпускников, вернее, больше всего селу Fortune 500 были выпускниками из McKinsey, чем из какой-либо было другой вообще компании в мире. И это такой некоторый культ, и ты даже Сундар Печай, например, в Гугле, он из McKinsey, хотя об этом никто не знает, что он будет 20-25 лет назад там работал, и это обычно там уже нигде не пишут, но мы как бы внутри знаем, и тоже тем гордимся. И у тебя есть такой комьюнити, которая всегда с тобой, да, то есть ты можешь прийти к любому человеку, у тебя вообще нету даже мысли, что ты не можешь кого-то о чем-то попросить. И для фирмы на самом деле строго и бизнесово тоже выгодно, когда руководители других бизнесов, ее как бы экс-выпускники, можно так сказать, они всегда вместе и помогают друг другу. И если им тоже нужно решить какую-то проблему, они придут в McKinsey, они куда-либо еще. И это такой круг замыкается, и в этом вообще-то и бизнесовая какая-то логика есть, поэтому да, мы там суперхорошо. Я кажется, очень большая бизнесовая логика в этом есть. Но видишь, это такое, это все равно вера, тут нет бизнес-кейса, ты не можешь просчитать, вот ты должен потратить там, не знаю, миллион долларов в этом году на маркетинг, на посты в соцсетях с своими выпускниками, которые что-то добились, чтобы что получить, чтобы через 20 лет, возможно, кто-то из них что-то когда-то сделал, да, то есть нет бизнес-кейса, есть просто вера, что это правильно. Мне кажется, что это как раз очень тоже похоже немного на Яндекс, потому что вот есть слово индексоид, и оно тоже с тобой навсегда, вот не бывает, как бы, ты бывший индексоид, можешь быть, по статусу трудовой книжки, но никогда не может быть по духу, и все так же очень хорошо друг друга знают. А насколько сложно было попасть в Макинзи тогда, потому что сейчас все равно есть ощущение, что попасть сюда очень сложно? Наверное, если бы, вот сейчас вы стали рекрутеры из Макинзи и могли бы мне сказать, что можно, говорить и нельзя, они попросили сказать, что все так же сложно, конечно, мне кажется, что было сложнее, просто потому что сильно меньше бизнеса были, да, и поэтому у тебя хайп людей, которые хотят попасть уже был, а количество доступных мест там было меньше, но в среднем рейд известен, что 1 на 200, то есть на самом деле, да, если взять там среднего выпускника вуза, даже в Москве, то там 1 на 1000 было бы. Но с другой стороны, у тебя очень понятный процесс, как бы все очень прозрачно. Ты вот подашь такси, ты должен так его написать, так написать справедливое письмо, как бы 15 миллионов рекомендаций есть в интернете, как именно это нужно сделать. Просто надо сесть и аккуратно сделать, там типа аккуратно написать тест, пройти 6 интервью, как бы ты все знаешь, что будет на интервью, ты знаешь, какие вопросы тебе будут задавать, ты примерно знаешь, какие есть, тебе будут задавать. Просто надо не на косячи, как бы ни на одном из этих там 9 этапов, и все будет хорошо тогда с тобой. Когда ты туда попал, твои ожидания вообще оправдались? Вот это была какая-то такая мечта, олимп, когда ты оказался внутри? Ответ – да, да, да. Вот есть на самом деле, дальше люди делятся на, ну, как мы любим, на тех, кто хорошо относится, там, нейтральный бог и так далее. А есть флёр, и мы все тоже о нём знаем, что вот, консультант на самом деле никакой валют не приносит, и очень дорого стоит, и зачем это делать. Это, как бы, легко разбить аргумент, тогда бы их не нанимали, да, то есть не дебилы все компании в мире платить миллион долларов за, там, месяц работы четырёх человек, если бы это не переносило пользу. Чувство переживания от того, что да, иногда мы делали работу в стол, я такой, ну, да, окей, это кост, там, если, не знаю, половина работы твоей на самом деле принесла пользу, то рычаг, там, вот эта польза была настолько велик, что компенсировал и другие бессонные ночи. И при этом мы с Димой Муськом, на самом деле, вот, который сейчас, как бы, позвал в еду и теперь будет моим руководителем, отвечая за весь FMCG в Яндексе, мы же вместе познакомились с ним в фирме, да, то есть мы работали на одного и того же клиента в разных командах, мы случайно сели в самолёте в одну и той же командировке, но, как бы, никак не связаны друг с другом, просто, там, в этом городе, в Самаре, по-моему, что-то происходило на клиенте, где наши команды пересеклись. И мы, мы сели, да, и мы сели случайно на рядом местах в рейсе и за полтора часа, и там познакомились, и через полтора часа, там, по приземлению в Самару договорились, что через, там, несколько месяцев следующий проект мы обязательно делаем вместе, потому что нам очень понравилось просто друг другу полтора часа пообщаться. Мы потом очень много с Димой вообще спорили о том, там, что такое профессия консультанта, классно это, не классно и так далее, но, когда вот ты еще очень юн, скажем так, в плане карьеры, вот только студент, для тебя попасть в мир, где ты попадаешь на встречи, там, с самыми влиятельными си-левелами в этой стране, ты летаешь по миру, это не преувеличение, это правда, я там, типа, за первые полгода побывал в Штатах, в Саудовской Аравии, в Сингапуре, в Дубай, в нескольких европейских странах, и для тебя это какой-то новый мир, да, ты такой, неужели так можно было жить? Ты как бы, есть какой-то элемент, безусловно, и там, красивой жизни, когда ты оказываешься, там, в пятизвездочных отелях в Дубае, и для тебя это, как бы, что-то недоступное раньше, и ты вот там сидишь в этом отеле с огромными окнами, до 4 часов утра, делая какую-то финансовую модель, которую завтра, правда, посмотрит, там, сел компаний стоимостью 10 миллиардов долларов. Если ты это романтизируешь, и, как бы, и вот любишь это, чувство романтизации, то ты очень счастлив. Если тебе все это, как бы, не нужно и раздражает, что ты работаешь до 4 часов утра, то будешь несчастлив. Очень простая такая логика, но, да, я бы однозначный из тех, кто дико кайфовала, тоже делает. А почему ты решил уйти из консалтинга, и что для тебя главный мотиватор при смене работы? Это деньги, или это что-то какая-то... Вопрос, на который есть социально ожидаемый ответ. Все, конечно, говорят, нет, деньги не важны. Это все брехня, кстати, я считаю, что вот, да, брехня украинских сходов, что я там родился, иногда у меня вырывается из лексики. Деньги, конечно, тоже всегда у людей один из мотиваторов принятия, просто он, как бы, почти всегда не главный у тех, кто какие-то классные вещи делает. Не уходил из консалтинга. Это очень важный тезис. Есть там, опять же, значимость лектора уходит из фирмы, потому что наелись, устали так работать, выгорели. Я считаю, что иногда ты занимаешься реально какой-то туфтой и из раза в раз понимаешь, ну, так вот, не взял тебе с проектами. Я приходил в Яндекс и очень тяжело переживал расставание с фирмой, как там, со своим домом, в котором вырос. А в Яндекс приходил, да, мне повезло интервьюироваться, ну, в смысле, меня интервьюировал Тигран. Это было, возможно, самое тяжелое, полтора часа в моей жизни, но это тоже такая школа, которая, да, и сейчас, конечно бы, никогда уже Тигран там на такой уровень роли со своего сейчас места, где у него столько дел, не смог бы прийти, но, да, мне повезло. И была сделка с Uber, тогда как раз было объединение, там, самый большой, де-факто, M&A на таком техсекторе в России. Я первый раз задумался, а что, и Яндекс, пошли работать. Я первый раз задумался, а если не фирма, то где ты хочешь работать? И там тоже очень рациональное было рассуждение. Это супер структурировано. Это первый тезис. Хочу работать в России и хочу жить, работать в России. Мне безумно нравится. В Москве, это правда, сейчас звучит популистский, но я считаю, что побывав, там, почти во всех, там, больших столицах мира, Москва в топ, там, три самых приспособленных городов для людей в плане удобства транспорта, в плане удобства, там, логистики, того, как расположены магазины, какие сервисы здесь работают и так далее. Там, тот такси в Москве, его даже близко, такого не существует, там, вообще нигде в мире. И мне не хотелось никогда отсюда уезжать. Если ты хочешь работать в России, то ты выбираешь индустрию, в которой хочешь работать. для меня это будет техсектор, телеком и ритейл. И дальше, что он звучит, как в телеком не хотел, потому что мне, честно говоря, достаточно сделал проектов, чтобы понять, что он не самый, как бы, такой, адванс уровень развития компаний и желание сделать какие-то вау-вещи. Там, слишком большое легаси того, что был построен 20 лет назад и слишком большая исторически маржа была, чтобы все хотели очень быстро бежать, что-то делать. И вот это, как бы, основная проблема ребят, которые сейчас перезапускают телеком-компании, мне не хотелось быть частью этого. В ритейл было интересно, но там, как раз, был аргумент, ну, сейчас уже, может, это неправда. Может быть, почему-то я так решил на основании того, что мне кто-то несколько раз сказал. Я был уверен, что топ-менеджмент, в который я когда-то хотел прийти в ритейле просто меньше платят, чем в любой другой индустрии. И сравнивая вот одних к одному C-левелу, просто вот почему-то они зарабатывают. И для меня это был какой-то сигнал, что, знаешь, что-то не так, если так происходит. Сейчас, может, уже это неправда, но тогда я в это верю. И второе, мне хотелось, то есть, все-таки ритейл очень оффлайн-овый бизнес, и мне хотелось что-то более технологичное, а не просто с большими данными работать внутри ритейла. И дальше есть техсектор, в России не так много мест, хочешь пойти работать, вот ты сократилась до пяти компаний, а потом у тебя есть две оси. Есть компания, которая уже очень большая для того, чтобы эффект масштаба, и компания, которая очень быстро растет, и у тебя нет вот этой проблемы, что не все бегут, все не знают, не знают, не понять, что делать, и вообще и так все хорошо. И в этом смысле такси был идеальным бизнесом. То есть такси уже стоило несколько миллиардов долларов, была сделка с Убером, как ракета дальше по экспоненте летела по поездкам вверх, и все время что-то развивалось, и мне очень понравился Рома и Тигран, и две недели я про это все думал, хотя на самом деле знал, что уже согласился, как в тот момент, когда, например, меня позвали буквально месяц назад, а вот есть еда, и ты еще ломаешься, делаешь вид, что ты такой, ну не знаю, на самом деле ты всегда в первую секунду знаешь, какой ответ ты хочешь дать. не всегда ты его даешь, но то, что ты хочешь дать, ты знаешь как бы в первом времени, и вот так же, мне кажется, у меня было с Яндексом, с Яндекс.Такси. А когда ты пришел, какие у тебя были первые задачи, чем ты занимался в Яндексе? С Ромом Морозовым делал, честно говоря, рандомный проект, мы даже какой-то момент, мне кажется, на стаффе, это внутренний интернет Яндекса, у меня там так и было руководитель рандомных проектов. А на какую роль ты пришел сюда? Ее не существовало, для меня все крутили пальцем у виска, особенно фирмы, говоря, что Ром, ты дурак, как бы ты идешь на ничего, то есть нет какого-то громкого тайтлана, на который я перешел, к чему опять же привыкли, к чему мерить консультанты успех друг друга, просто пошел руководителем стратегических проектов, не существующих. Это не две недели, это они внахлёст друг от друга год и больше могли длиться. Например, первое, что мы делали с Ромой и с Петей Деденко, мы придумывали вообще, как институт самозанятых может помочь такси и всей индустрии в целом. Тогда не существовало самозанятых. Тогда мы первые, кто начал из водителей соответственно делать водителей индивидуальных предпринимателей и партнеров сервиса общаться и пытаться понять вот, а если будет вот, который сейчас есть закон самозанятых, то что нам нужно сделать вообще-то в такси для того, чтобы мы могли с ними работать и это, ну это сильно меняет на самом деле бизнес-модель. Тоже мало кто знает, но когда эксперимент самозанятых был, в 1 января, по-моему, в 12 часов дня Яндекс.Такси был первой и единственной платформой в стране, которая сразу работала и была проинтегрирована с ФНС как бы вот с 1 января, когда закон вступил в силу. Ну, тогда эксперимент. И там месяц мы были единственным игроком на рынке, который этих самозанятых приводил, подключал к платформе. И вот этот такой путь был на самом деле чтобы это стало какой-то значимой частью бизнеса и для такси значимой частью сейчас. Для еды это значимая частью сейчас. То есть у нас огромное количество курьеров устроено, самозанятые партнеры, а не в логистическую компанию, которая для нас партнер, как именно курьерская служба. Дальше было качество. Мы строили по сути, можно сказать, с нуля службу, качество, которое не существовало в такси. Вот так быстро рос бизнес, уже там несколько лет существовал, но качеством никто особо не занимался в формате проектной деятельности. То есть были базовые правила сервиса, конечно, проверялись права, конечно, мы следили за рейтингом, поощряли, отключали, не знаю, систему водителей, разбирали отзывы, но это были какие-то такие obvious вещи. Понятно, что это надо делать. Какие еще 15 вещей можно сделать для того, чтобы качество сервиса как-то значимо изменилось, не задумывались. Еще через год было так же с безопасностью, где мы гораздо глубже ушли в тему безопасности в такси, и сейчас на самом деле мы значимо сократили аварийность в сервисе. И понятно, что все равно происходят какие-то случаи, не знаю, иногда о них пишут, потому что когда у тебя такое количество миллионов поездок в день что-то может произойти, но то количество мер, которые приняются в такси для того, чтобы это сократить, оно на самом деле колоссально, и можно отдельно об этом, не знаю, только про это сейчас говорить. И да, у меня внутри есть чувство гордости за команду, с которой мы вместе эти функции качества безопасности вырастили, а потом уже была продуктовая история, и там разными продуктами начал заниматься, и в итоге стал руководителем продукта. В общем-то руководителем продукта тоже стал не так давно, в 2020 году. Руководителем продукта, всего продукта это было год с небольшим назад, но до этого еще полтора года я руководил продуктом, мы называли это партнерские продукты, вот на самом деле и про бизнес-такси если поговорить, мы привыкли, что для нас это приложение Яндекс.Го, а вообще-то это меньше половины продукта на самом деле есть такси, потому что есть приложение для водителей, есть система общая для водителей, есть интеграция с всеми платежными сервисами, есть огромный кусок софта для партнеров таксопарков, есть еще какие-то, есть разные, не знаю, а где-то еще работают ребята, которые перезаряжают самокаты, где-то работают курьеры, все это продукты, которые скрыты от пользователя, и вот я отвечал за них полтора года, и потом еще год, соответственно, за весь продукт. мы вот буквально пару месяцев назад встречались с Тиграном, разговаривали с ним про развитие вообще маркета Яндекса, доставки и так далее, и он рассказывал, что вот то, что ты сейчас тоже говоришь, что был период у такси просто роста по экспоненте, и есть ощущение, что сейчас так растет доставка, то есть вот Тигран проводил такую параллель, и за пандемию доставка, Яндекс.Еда в частности, вообще рванула в небеса, и сейчас, когда ты становишься руководителем этого подразделения, вот какие ожидания от компании, какие задачи Яндекс.Еда ставит перед тобой, и нет ли у тебя какого-то страха, вот что сейчас прекратится этот рост, который вот внешними условиями вызван, а тебя будут ждать продолжение банкета. Страх — это в целом чувство, которое всегда есть, если эта команда что-то большое делает с этим, надо просто смириться. Мы в... Уже мы, говорю, мы в еде, хотя на самом деле тогда еще это заслуга ребят, безумно выросли в пандемии, да, и заслуга команды в том, что когда у тебя так меняется спрос, у тебя разрушается вся операционка, потому что она просто не готова к такой нагрузке. И то, что ее за несколько, ну, там правда не прощение, за дни, а не за месяцы даже меняли на ходу для того, чтобы выдержать все, весь спрос, который упал в пандемию, крутая работа. При этом, когда у нас волны приходят и уходят, приходят и уходят, мы видим, что у тебя происходит такая ступенька, а потом спрос все равно продолжает расти. Там усиливается, что-то связано с флагдаумом, еще раз ступенька, и потом продолжает расти. Нету вот этого отката назад, потому что у тебя разгоняется потребление, и дальше, если ты хорошо делаешь свою работу, если ты вот тех людей, которые к тебе пришли во время этой ступеньки, ты как бы нежно обнял, позаботился, сделал классный сервис, и ретеншин у них хороший, то они продолжают, 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 их частоты начинают расти. И челлендж в том, чтобы ты и твой бизнес вот все время был готов к этому росту. И, конечно, сейчас важно не профукать тот тренд, когда вот все вроде туда ринулись, и что-то еще нужно придумывать для того, чтобы этот спрос разгонять уже даже, да, вот без внешних факторов пандемии. Это, наверное, есть главный челлендж, а вот что мы еще можем сделать, чтобы еще в два раза за год увеличить бизнес. А можно в три раза, а в десять раз, или в полтора раза. То есть, как бы, любая из этих цифр вообще-то невероятно амбициозна, да. Это не 10% роста. И вот дальше мы пытаемся понять, а что еще можно сделать, чтобы такого роста добиться. А что сейчас происходит с лавкой? Мы как раз с Тиграном, когда встречались, он рассказывал, что лавка выходит в Париж, по-моему, еще какие-то. Лондон, да, недавно был. Тель-Авив, да, все эти города лавки уже есть. И вообще-то за последнее, мне кажется, вот пандемическое время, год за полтора, очень много появилось вот такой быстрой доставки в Штатах, в Лондоне, и все это делают русские ребята, кстати. Это правда. В основном. Как вообще вы видите себя вот на этом рынке? Пустой ли он на самом деле в Париже, в Лондоне, в Штатах? Такой, экспресс-доставка, это новый черный просто в 21-м году. Все туда хотят идти. Смотри, во-первых, важно понимать, что сейчас онлайн-сегмент там продуктов, FMCG, то, что мы называем, это 1-2%, то есть это не 10%, не 30%, это микроскопическая доля от всей корзины, которую люди покупают для того, чтобы там есть дома. И у тебя, это значит на самом деле, что рынок бесконечен. Не так важно, есть кто-то на рынке или нет, рынок настолько большой, что вы друг с другом никогда и не встретитесь. Например, нет такого, что на 100% пересекается пользовательская база, лавки, самоката, и вот мы друг с другом воюем за одних тех же пользователей. Даже уже более развитых сегментах, как доставка еды из ресторанов, даже там такого нет, потому что вот настолько большой рынок. То, что сейчас все побежали, ну, действительно есть какой-то хайп, да, то есть люди привлекают деньги, сервисы очень быстро растут, это новый сценарий потребления, и всем кажется, что если быстро туда не забежать, то поезд уедет, хотя, опять же, из-за размера рынка поезд ехать будет достаточно долго, чтобы в него запрыгнуть. Почему русские ребята, я не знаю. Мне кажется, у тебя есть феномен, у тебя есть два рынка, на которых это прям безумно выстрелило. Это Турция, где ГТР много лет, на самом деле, уже это делает, и вот, и тоже непонятно, или изначально люди были склонны этим пользоваться, или уже приучились к такому сценарию потребления, а второе, да, второе место в мире, это Россия, ну, в частности, Москва, на самом деле, тоже какой-то идеальный город, где хороша логистика, люди достаточно богатые, люди все время бегут куда-то, и для них время, это безумно важно, и очень избалованы сервисами, да, то есть все привыкли, что все круто работает в Москве, да, любая доставка, такси, метро, все классно, и вот доставка может быть тоже классной, и оно вот здесь тоже выстрелило, и в том числе, много ребят, соответственно, российских, которые либо были частью этих команд, да, либо со стороны на них смотрели, им легко взять, скопировать и привнести туда, и мне кажется, это круто, что, не, что-то из, оттуда приходит к нам, и мы повторяем, а что-то отсюда приходит туда, и мы там делаем, с точки зрения, как мы на это смотрим, да, ну, не хочется говорить за, за Тиграна, да, или там за Илью Красивич, который руководит Вавкой, могу сказать скорее свое мнение, это классный бизнес, и это классный сервис, который нужен людям, если сервис нужен людям, то значит, он может существовать, и значит, в нем есть бизнес-модель, если люди готовы за это платить. Рано или поздно все выходят, как произошло с такси, все выходят на какой-то тот уровень конкуренции, и тот уровень размера сервиса, где плотность настолько высокая, что бизнесы становятся прибыльными, и уже сами там спонсируют свой рост, когда это произойдет из средств доставки, никто не знает, но если, вот, мы с тобой, наверное, были бы гораздо более несчастными людьми, если бы Лавки не существовало в Москве, значит, она нужна, значит, мы будем хотеть ей пользоваться, будем хотеть платить за этот сервис, значит, она будет существовать. Дальше мы делаем разные эксперименты, поэтому есть Париж, поэтому есть Тель-Вив, поэтому есть Лондон, это очень разные города по сценарию и потребления, и аудитории, и конкурентной борьбе, а, конечно, это не пустые рынки, да, и в Париж-Лондоне есть игроки с похожим набором сервисов. В Тель-Виве, наверное, скорее нет, и мы там, именно в такой модели сейчас практически одни, и вот ты как раз щупаешь, а где оно выстрелит, где не выстрелит, и пытаешься понять, куда тебе дальше идти, во что тебя инвестируют, для того, чтобы оно там выстрелило, и ты верил, что потом это станет полноценным, там, самоокупаемым бизнесом. А как ты считаешь, важно ли для этого рынка, там, в частности, в Москве, наличие независимых игроков? Потому что сейчас мы видим, что самокат купили, кухню на районе купили, все корпорации. А вот вопрос, что такое купили, да, то есть, самокат купили, но не ребрендировали, ничего не изменили, я не верю, что там заставили весь самокат переписать на общую платформу, конечно, что нет, все скорее купили, потому что верю, что он дальше будет быстро расти, и далее может быть больше финансовых ресурсов. Этот бизнес требует инвестиций, потому что сейчас ты вот находишься в этом океане борьбы, только даже не друг с другом, а скорее борьбы с оффлайн-ритейлом, и хочешь вырасти очень сильно. И у тебя там, как у маленького игрока, нет достаточной плотности курьеров, или нет тех курьеров, тебе нужно привлекать раунды финансирования, или кому-то продаться, у кого есть достаточное количество денег, для того, чтобы твой рост поддерживать. Я думаю, с этим это связано, на самом деле, нежели с тем, что сам факт, там, корпорации, что ты обязан, быть частью экосистемы и так далее. Конечно, в лавке проще быть частью экосистемы, есть бренд, есть команда, есть технология, есть синергия с другими сервисами, у тебя есть суперап.го, в котором приходят новички, но нет, нет такого обязательного требования, что только так ты придешь к успеху. Придешь к успеху, только ты просто крутую работу будешь делать. В какой-то момент Яндекс.Еда, ну вообще Яндекс, купил много стартапов в футтехе, и на их основе появился Яндекс.Еда. Вот собираетесь ли вы что-то еще покупать? Если да, то в какие вы смотрите сферы? Всегда такой тоже будет ответ. Ну, конечно, мы всегда открыты, и более того, мы проактивно смотрим на команды, и там в первую очередь на самом деле мы покупаем команды. Ребят, которые что-то крутое делают, и вот могли бы делать это вместе с нами внутри Яндекса. И футтех действительно место, где все время что-то новое происходит, Dark Kitchen открывают, потом закрывают, потом блочные рестораны, потом еще что-то совмещают, Dark Store и Dark Kitchen. Все это как-то морфируется, и что-то выстреливает, и мы даже сейчас там переговариваемся с, какими я, естественно, не могу об этом говорить, командами на тему того, а вот есть ли у нас какое-то совместное будущее? Вот ответ, да, мы всегда хотим что-то еще крутое найти, при этом, если где-то, не знаю, бонусы команды, что вот мы пять стартапов купим, и поэтому молодцы, ну, конечно, нет, молодцы все будут, если Яндекс.Еда при своем качестве сервиса, за который нам вообще-то не просто не стыдно, а можно гордиться, и он и то, как мы работаем нам заказами, и то, как у нас аудитория, как мы стараемся заботиться о курьерах, и партнерские отношения устраивать с ресторанами, и на самом деле в этом фокус, да, то есть и дальше вот то, как ты выстраиваешь отношения с теми, а с кем ты, собственно говоря, делаешь бизнес, а это рестораны и курьеры, и вместе вы втроем делаете качество сервиса, вот после этого рост, он, ну, так прозвучит, что он сам с собой пройдет, конечно, нет, конечно, нужно много заниматься там точками роста, маркетингом, и развитием, но если вот это ядро твоего сервиса классное, то все остальное, оно даже органически начинает выходить на, или выходит, или уже там как бы давно находится на экспоненте, и для нас фокус на выстраивании вот этих отношений, и если есть стартап, который нам поможет более круто работать с рестораном, ну, конечно, мы рассмотрим для того, чтобы купить, объединиться, инвестировать и так далее, и это такая бесконечная работа. Какие ты задачи для себя лично ставишь в своей новой роли по развитию Яндекс.Еды? Ну, как я уже говорил, у тебя нет личных целей, да, как бы, ты скорее стараешься найти, какая цель у всего бизнеса, это значит цель у топ-команды, это значит цель у тебя, но первичная на самом деле задача бизнеса. Вот мне кажется, задача бизнеса это делать классный сервис за счет того, как мы работаем с курьерами и ресторанами, ну, и, конечно, пользователями. Второе, если ты делаешь классный сервис, то как ты этот сервис масштабируешь вширь, вглубь, вертикализируешь, выходишь на новые рынки или новые страны, ну, вот, ты получаешь вот этот рост. Два раза здесь прозвучало, что ты что-то делаешь с бизнесом и что это бизнес, да, что у тебя, ты нащупал ту точку в, назовем там, в экономике, то, что называется юнит экономика заказа, где прозвучит очень, как сказать, мы за все хорошее против всего плохого, но на самом деле, правда, устойчивый бизнес, он там, где ты нашел, что вот за этот заказ пользователь готов столько заплатить и ему кажется это справедливым и он вернется к тебе после того, как за это качество сервиса столько заплатит. Курьер готов этот заказ отнести, да, и ему тоже кажется справедливым и он согласен за такую оплату, да, этот заказ нести. Ресторан готов этот заказ приготовить и сделать все, чтобы та же сервис, которая связана не посвящена со вкусом, то, как это выглядит, то, с какой скоростью приготовленная, а ты, как платформа, это все соединив, тоже, соответственно, на этом построил устойчивый бизнес, который дальше там, сам, сам же может инвестировать в себя для того, чтобы это сервис кейли. Это вообще-то сложно найти эту точку, есть бизнес, которые никогда к ней не приходят, да, или под большим риском, что когда-либо придут. Вот мы верим, что еда и то, как мы его делаем, вот эта точка, вот мы как раз в ней, не знаю, где-то примерно находимся и хотим еще лучше эту точку искать для каждого конкретного заказа. В итоге у тебя три таких цели, как бы ты делаешь классный сервис, ты этот сервис масштабируешь, и этот сервис, это на самом деле бизнес, который дальше может себя развивать. Вот такие, мне кажется, три цели. Одна из последних громких новостей про Яндекс.Еду, что буквально через пять дней после того, как Мишлен раздал звезды в Москве, все эти рестораны, ну не все, наверное, там, часть, да, появилась у вас в Яндексе. Большая часть. Большая часть, да, там 69, по-моему, отметили, и что-то в районе 50 у вас появилось. Участвовал ли ты в этих переговорах? Как вообще это произошло? Знаешь, залетел, как бы, наоборот, в последний вагон успеха коммерческой команды еды. Ну, конечно, это делала коммерческая, наша коммерческая команда. Это очень непростой был проект, возможно, мы, не знаю, возможно, самый сложный для ребят за этот год. Там, опять же, много контрагентов, интересантов, людей, принимающих решения, на нашей, на их стороне, там, французский офис, локальный офис, наш офис, глобальный Яндекс. Это же, как бы, общее партнерство Яндекса и Мишлен, и это сделали ребята. Нет такого, что мы вдруг подключили все эти рестораны. На самом деле, эти рестораны были у нас на платформе, и это, там, такой вот, закрыв глаза, ты понимаешь, что это и есть критерий, что мы как-то правильно делаем бизнес и сервис, раз до того, как Мишлен опубликовали, такое большое количество ресторанов, несколько десятков, уже было у нас на платформе, были согласны там работать, делали, мы возили заказы, конечно, эти заказы сейчас увеличились, выросли в какие-то в полтора, два, в два с половиной раза, там упала большая нагрузка, мы вручную мониторим, очень переживаем, потому что теперь еще больше ожиданий у людей, что там минуты больше, меньше к ним пришли, и там прям есть группа, которая вручную смотрит каждый заказ, и очень гордимся этим партнерством. И, конечно, это в основном сделала команда до, а сейчас задача не профугать то, что было сделано, и из этого как-то дальше тему качнуть, и высокой кухни, и там есть иен пользователь, или которые, это очень важно, это очень сложно доставлять высокую кухню, у тебя то, как люди выглядят на самом деле, то, какой просто запах у тебя, это такая большая часть экспириенса, что ты так думаешь, а вот что я могу доставить, что не могу, а как мне может быть нужно быстрее, или наоборот медленнее, и вот это все, да, большая работа у нас совместная с этим рестораном, я думаю, будет, чтобы опыт был самый крутой. Но все это будут в итоге? Я бы хотел, чтобы были все однозначно, я думаю, что каждый человек и внутри команды, и на самом деле пользователь, хотел бы, чтобы из любого ресторана-изгида можно было доставить, вот так заказать еду себе на завтрак, там, семье, и мы там точно проинвестируем в это максимум усилий, чтобы так случилось. А зачем это Яндекс? Это исключительно маркетинговая история, или это все-таки какая-то бизнес? У тебя же есть, во-первых, понятно, что и то, и то. В чем бизнес? У тебя есть аудитория, которая в среднем, скорее, премиальный сегмент, или люди с высоким уровнем дохода, конечно, ты для них тоже делаешь сервис, как ты делаешь ультиму, например, в такси. Если бы не бизнес, мы бы это не делали. И маркетинг, только это не просто маркетинг, это возможность, знаешь, есть несколько брендов в мире, о которых в точке зрения премий, которые сто лет существуют, и все знают, что это такое. Это вот Дима, например, всегда говорит, их всего в мире три. Это Нобелевская премия, Олимпиада и гид Мишлен. Если ты попал в один из этих клубов, то ты навсегда для всех особенный. И вот для ресторанов вот это Мишлен. и когда ты партнер чего-то такого особенного и ты даешь сервис с этим связанный, то ты просто этим гордишься. Такой, блин, это круто. Ты друзьям рассказываешь или даже в этом случае все друзья к тебе приходят, что это правда, неужели, а расскажи, а как, а почему. И вот когда такое обсуждение происходит у тебя, не знаю, на кухне с друзьями и тебе также об этом, не знаю, спрашивает мама, и все сотрудники вовсе это обсуждают, ты понимаешь, что ты точно делаешь правильно. Ты, может быть, до конца не понимаешь математика зачем, но то, что чувствуешь, что это правильно, ты уверен. И вот это главный, мне кажется, мотиватор для, например, конкретно этого партнерства. А чем ты лично гордишься из сделанного тобой в Яндексе глобально вот за все те несколько лет, которые ты здесь работаешь? Тоже вопрос, на который нельзя ответить так, чтобы кто-то потом не обиделся. Думаю, что ты гордишься теми командами, которые смог оставить после себя, и работа, которую они делают, продолжает приносить большую пользу. И вот мы с тобой обсуждали, то есть каждая команда, с которой мы сработали, то есть сейчас самозанятый большой кусок бизнеса. Качество и безопасность сервиса, это немалые инвестиции, времени, ресурсов, и сейчас продолжаются, и конкретных людей, с которыми мы вместе это строили. И там тоже уже много людей поменялось, но значит, ты сделал что-то такое, что не умирает, когда люди меняются, и значит, это правильно было сделано. Потом случился суперап, и вот к нему на самом деле я считаю, что это вообще-то заслуга людей, там, Гриши, как раз Андрея, вот про тот парень, который я рассказывал, который невероятную карьеру сделал внутри, они сделали суперап, а я пришел, когда он уже на самом деле был, и дальше развивал, потому что их заслуга, скорее, они моя или моя команда. А вот то, что мы сделали платформу сейчас для водителей, курьера, курьеры доставки, лавки, еды, они все работают на самом деле в одном приложении, называется Яндекс.Про. И вот этим, да, мне чувство гордости, что мы смогли создать место, в котором миллион человек каждый день получают возможность, да, заработать деньги, да, этим, этим гордишься. И то, что ребята сейчас дальше подформу развивают, вот, этой командой горжусь, возможно, больше всего. Вот вопрос про работу с командами, раз уж мы зато, тема команд, твое образование программиста, разработчик тебе помогает менеджерить команду эффективно? Или ты уже все забыл и просто... Это, конечно, я все забыл. Это скорее айсбрейкер, когда ты приходишь на встречу с разработкой, да, а все-таки разработчик в Яндексе больше, чем какой-либо другой профессии. Они не смотрят на тебя совсем вот как на код чувака вообще из космоса, менеджер, что он понимает и так далее. Ты говоришь, так, чуваки, вообще-то я тоже рука закончил, давайте вот сейчас не будем мне рассказывать, что что-то невозможно долго 15 лет делать, давайте очень конкретно поговорим, что мы хотим делать, почему, когда, сколько времени это займет. И да, это создает какой-то более простой контакт, когда ребята понимают, что ты тоже на самом деле когда-то был разработчиком, хотя, да, никогда деньги не зарабатывал тем, что пишу код, писал, писал когда-либо код и сразу пошел в бизнес-среду. Поэтому в этом плане, да, в плане какого-то в голове понимания вообще, как устроены процессы разработки, что что-то, правда, намного сложнее, чем кажется, что-то легче, и как там разработчик видит мир и все равно бизнес-менеджером, тоже, да, контент, что я сейчас могу открыть код какого-нибудь проекта в Яносе, конечно нет, конечно нет. Скажи, а ты видишь себя предпринимателем в какой-то момент? Удивительный, но пока нет, и много раз обсуждал это с кем-то и спрашивали с друзьями или вот на таких, в таких разговорах. Мне нравится делать вещи, которые вот масштабируемые, ты можешь новые запускать, дать какой-то буст или взять то, что уже сделали, увеличить скорость, создать команду, передать дальше и еще что-то сделать. И в этом плане Яндекс, правда, идеальное место у нас в стране, а возможно на какой-то значимой части мира, потому что Яндекс вообще-то шире, чем Google, да, на самом деле, как бизнес в плане возможности делать что-то новое. Или шире, чем Amazon. Мы как бы стараемся делать все вместе. И да, в этом плане я просто больше намного кайфую от жизни, от того, что делаю. И нету вот этого переживания, ну вот, а кто-то, не знаю, заработал миллиард долларов, сделав бизнес там в 25 лет, создав криптобиржу, ну ты такой, классно, наверное, иметь миллиард долларов и классно быть в списке Forbes только в другом. Но потом это как геймдев. Я очень люблю играть в приставку и крутые игры, как не знаю, Red Dead Redemption второй, семь лет. Вот геймдиректор этой игры семь лет ее делал для того, чтобы в конце сделать что-то великое, а в большей части случаев просто еще одну игру, и которую никто не вспомнит через несколько лет. Проблема не в риске на самом деле, что двойственные, проблема в том, что ты так много лет должен потратить на одну и ту же работу каждый день, и вот сейчас мне скорее сложно это представить, потому что мне можно представить, как я делал это внутри Яндекса, много лет рисовал один сервис, потому что он постоянно морфируется, объединяется с другими, что-то происходит, и может быть через какое-то количество лет, да, ну все, я готов делать что-то свое, но пока это время не наступило, и даже не думаю об этом. А где ты себя видишь там в дальнейшем? Дурацкий вопрос, где ты себя видишь через 5-10 лет, да, которые любят задавать на собеседованиях, но тем не менее, то есть как ты видишь развитие своей карьеры и дальше? Ты же сказал, что ты не хочешь за рубеж. Через 10 лет я просто бы водил катер и катал людей на вейксерфе, и сам бы на доске катался там намного больше, чем делается сейчас. Не знаю, честно не знаю, я сознательно может я боюсь задавать себе этот вопрос, но я правда не задаю, не хочу об этом думать, и оно вот так устроено в голове, что краткосрочно это не на сегодня, это все равно ты мыслишь год, два, три, да, вот сейчас я вот эти несколько лет ассоциирую, конечно же, себя с едой и как-то бизнес развить. При этом ты не тратишь ментальные силы на переживания о том, что будет через 10 лет, ты говоришь, вот есть сейчас работа, она мне нравится, есть там какая-то цель, не понятно, как ее достичь, но если много-много работать, да, там как бы с трудом то там что-то получится, ты классно сделаешь и потом само себя что-то еще произойдет. И знаешь, мы же учимся, то есть у нас как бы какое-то происходит самообучение, вот если последние 7 лет у меня это работало и как-то не было проблемой, что нечем заняться и ничего там интересного нет, всегда оно все само находило и дальше еще быстрее надо было бежать, то почему бы сейчас начать переживать, что это перестанет происходить. И вот в таком там двухгодичном цикле я все время в голове переподписываю сам с собой соглашение, что я чем-то занимаюсь, каждый раз на 2 года, как футболист у меня, 2 плюс 1, вот на 2 года соглашаешься, и дальше у тебя еще плюс 1, который вот этот 2 плюс 1 может бесконечно продлевать. Вот так же, мне кажется, отношусь сейчас к месту в мире, в Яндексе, в карьере и везде. Мы с тобой за кадром немножко поговорили про work-life balance. Как тебе вообще удается его сохранять? Потому что ты сказал мне, да, до интервью, что в твоей работе сложно все круглосуточно, бесконечно, ночами и так далее. И насколько это важно для топ-менеджера? Тут буду в школе, старой, мне кажется, школе, не популярной средности. Нет, если ты начал задавать себе вопрос work-work-balance, значит, уже куда-то ты не туда, мне кажется, зашел. У тебя есть цель, и ты не видишь препятствий, ты к ней бежишь. Если цена этого как бы не спать, значит, надо не спать. Цена этого что-то делать на выходных, надо что-то делать на выходных. Ты скорее выстраиваешь себе как бы идеальный мир, в котором ты хочешь жить, чтобы не сгореть. Вот ты проходишь по тонкой грани, чтобы не выгореть, но при этом все время, которое ты можешь отдать там главному делу в своей жизни. И если ты спортсмен, для тебя самое главное делом в жизни будет выиграть олимпиаду, ты также должен к этому относиться. Если ты предприниматель, цель вырастить свой бизнес. И дальше вопрос, где вот эта грань проходит между тем, что надо не выгореть. У меня она проходит очень просто. Все время с утра понедельника до вечера пятницы принадлежит работе. Это значит, что все 24 часа в каждые будние сутки принадлежит работе. И да, это может быть... Дело же не в часах, дело скорее в том, что твоя голова все время этим занята. И мы, не знаю, там много лет уже на самом деле я знаком с женой. Мы вместе уже шестой год, по-моему. И это еще было время о Кинзе. Мы сразу договорились, что вот, сори, но да, я буду в буднях приходить в какое-то случайное время. Это может быть 10 вечера, а может быть 3 часа ночи. И как бы все. Никто не знает, я сам не знаю, не могу ничего пообещать. Поэтому мы там стараемся даже не назначать какие-то семейные дела на будни. Потому что вероятность того, что все равно по себе я скажу, что из-за нее я не приду. Она слишком высока. Но выходные и отпуск полностью принадлежат семье и друзьям. Вот. И там своей какой-то личной жизнеувлечением. И это правда помогает. Достаточно простые правила, в которых если ты живешь, то мне комфортно. Иногда тебе нужно что-то сделать личное. Например, там, при подготовке к соревнованиям. Да, мне нужно несколько раз в неделю тренироваться. Я вставал в 5 утра, ехал, катался на доске и оттуда ехал в офис. Это как бы тяжело, но, опять же, ты либо хочешь это делать, либо не хочешь. Если не хочешь, не делай. Вот. И вот у меня такой подход к верфи-балансу. И даже, на самом деле, меня иногда раздражало, я помню, в последний год в фирме, когда приходили стажеры, студенты, и на первой там интер-встрече, я тогда начал быть уже менеджером проектов, говорили, что вот мне важен и вот такой должен быть у меня work life. Я смотрел на него и думал, чувак, когда я 3 года назад все, о чем я думал, мечтал, чтобы меня не выгнали отсюда и вырасти. Какой work life? Тебе 21 год, только что закончил университет, все, что ты должен хотеть, это круто делать работу. И не думать о том, сколько часов это занимает. Очевидно, понятно, что в разумных границах, никто не работает 100 часов в неделю в Яндексе, но твоя мотивация должна быть там и по пути будет классно, если work life будет хороший. Но не может он быть первичной мотивацией. У меня тогда это раздражало. и, честно говоря, и сейчас я просто этого, наверное, не понимаю. При этом вот эти границы каждый очерчивает себе сам и если все в итоге хорошо, то, опять же, Яндекс, никто никогда в жизни, я знаю, Яндекса не смотрел на, не знаю, дату, когда люди пикают бейджик на вход и выход из офиса. И есть люди, которые приходят к 12 дня и суперсчастливы по этому поводу и работают как им нравится. Есть люди, кто к детям, у нас в команде к детям уходит раньше для того, чтобы детей из школы забрать. Это дает человеку жизненную энергию, поэтому он хорошо работает. Вот для него эта грань, когда он максимизирует свое счастье и пользу, которым, например, с компанией. Вот каждый эту грань находит, в ней работает, у тебя полная свобода. Мой последний вопрос про серф. Зачем тебе это профессионально? То есть ты довольно профессионально занимаешься, участвуешь соревнованиях? Почему именно в профессиональном ключе от этим занимаешься? Потому что выбрал этот вид спорта как самый классный и перенощающий больше количества эндорфинов в крови. С детства занимался разным видом спорта. На самом деле как занимался? Родители заставляли заниматься. Я ненавидел вставать до школы на тренировки. Много лет занимался фигурным катанием, плаванием, КРТ, теннисом. Длинный список. Как видишь, как в работе в этой текущей. Нигде не стал лучшим в мире теннисистом, но везде умеет для того, чтобы мог в это поиграть. Также сейчас много лет мы играем в футбол в компании команды ребят. И во всем этом теперь ощущение, что просто искал тот вид спорта, которым готов заниматься хоть каждый день. И это единственное, что меня может сейчас поднять в 5 утра, что я так люблю кататься на доске, что готов спать 3 часа, просто чтобы успеть покататься до работы. Почему это стало профессиональным? Да, случайно. Просто пару лет назад, когда до пандемии в 19-м году я просто случайно увидел, что можно зарегистрироваться на чемпионат России в категории любителей, и ничего для этого не нужно. Я такой, ну и хорошо, и попробую. И поехал в Питер, ничего, естественно, не получилось, там, не знаю, при этом дисквалифицировали несколько ребят, из-за этого я случайно попал в финальный заезд, поэтому случайно стал пятым в любителях, ничего на самом деле нормально не умел. Но у тебя довольно нишевый спорт, понятно, что не так много ребят, и он очень сильно разбит на разные категории, на разные типы досок. В итоге у тебя там в каждой категории вот этом пересечении пол категории доска, там, в России, не знаю, 15 человек там профессионально как бы этим занимаются, все по этому другу хорошо знают. Потом был ковид, никто ничего не делал, соревнования были в онлайне, я на это забил, честно говоря, и вообще во время ковида не до этого было, работая в Яндексе. А в этом году понял, что вот хочу еще раз на соревнования, а потом еще раз, а потом еще раз, а потом ты случайно, как мне кажется, случайно выиграл какие-то соревнования, ты понимаешь, факт, а я, оказывается, могу выигрывать соревнования. И начинаешь больше тренироваться, видишь людей, которые делают более сложные элементы, тебя это правда, этот факт, он прямо в хорошем смысле злит, ты понимаешь, не понимаешь, почему я такой убогий, как бы что, неужели я так же не могу? Начинаешь учить намного больше новых элементов, которые просто видишь у других ребят и они обыгрывают тебя потому что их делают или такой ну это наш легко дальше еще это могу сделать что это сделать и вот она как бы так получилось что в итоге начал относиться к этому как можно сказать да какой-то профессиональной деятельности следи там за вот каком месте я в рейтинге как бы это тут в россии 5 важно да и для тебя это становится важно я такой бесконечный челлендж которым себя подстегиваешь так что ну да и вот и гивает очень круто я тоже просто встал на доску летом а первый раз я поставил приятель из фирмы на доску там 5 лет назад и тогда почти никто не знал что это да там на всю москву было несколько котиров и сейчас мне классно от того что это уже так долго уже вот эти несколько лет становится ну и все равно не массовый вид спорта да там из-за его там нужно иметь водоем он не такой дешевый нужно все такими тусовку в которой в которой этим увлекается но обычно да вот он затягивает людей кто первый раз таунта блин такой опять же выброс эндорфина да что люди хотят дальше там потом есть фаза что ты начинаешь относиться к этому более спортивно и никакого удовольствия честно говорят катания не получаешь потому что стоишь на доску пускаешь фау делаешь элемент падаешь возвращается катер встаешь падаешь 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 и когда частного катания состоит из 60 падений и в основном ты просто в воде ждешь пока катер разорачивается как бы в этом не очень круто это не очень круто и вот в этот момент тебе нужны соревнования на которых ты там классический спорт вот у меня был 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 один из случаев как бы когда ты всю программу провалил у тебя осталось 20 метров катера реально время на один прыжок и ты прыгаешь то что первый раз в жизни вообще на соревнованиях прыгнул даже пытался прыгнуть а в жизни там я до этого этот элемент сделал там три раза за все время своего катания и приземляешь его на радостях еще раз прыгаешь из-за этого выигрываешь просто что вот эти 20 метров вместили в тебя как бы тот элемент который не сделал и вот это один раз когда-то не упал он наверное окупает весь тот как бы даже не знаю стресс тут как бы это не стресс это какая-то безнадежность когда ты перед этим сто раз упал нахлебался воды как бы замерз но ты-то она все все возвращается поэтому серф на 1 лав и мне очень классно что много людей сейчас стал кататься друзья спасибо что вы смотрели этот выпуск у нас в гостях был роман моресов победитель рейтинга 30 до 30 в категории управления генеральный директор яндекс еды ром спасибо тебе большое спасибо тебе мне кажется классная дискуссия и раз что мы про личные рабочие про спорт говорили про спорт самое конечно самое важное но в общем да классный красиво распрощаться